Наталья Дружинкина, приветствую вас в нашей телевизионной арт-студии. Сегодня мы с вами будем делать наброски разными графическими материалами. Итак, для выполнения набросков мы используем разные материалы. Это угольные палочки, угольные карандаши. Мы используем растушку, резинки, клячу. Мы используем сангину, мы используем соус, а также будем рисовать с вами маркерами разных цветов, тушь, гуашь, мел. И будем выполнять наброски также и акварелью. Набросок, как известно, это особый вид рисунка, быстрой зарисовки, беглой зарисовки. Именно набросок воспитывает ваше художественное чутье, приучает вас быстро схватывать движения, характерные, запоминающиеся в облике натуры. Давайте приступим к наброскам портрета человека. Итак, дорогие друзья, в нашей студии натурщик Станислав Леонидович. Мы попросили его попозировать сейчас. Он сидит передо мной в профиль. И сейчас мы делаем краткосрочный набросок в профиль. Практически не отрывая, не отрывая карандаш от бумаги, я пытаюсь уловить характер натурщика. Вот это краткосрочный набросок. Он сделан угольным карандашом за 1-2 минуты. Кстати, известный итальянский художник и скульптор Лоренцо Бернини всю свою жизнь поражал окружающих. Уже в 8 лет он сделал набросок с головы святого Петра и его сравнили с великим Микеланджело. Теперь я переворачиваю свой планшет. У меня здесь крафт. Я прошу натурщика вернуться ко мне в 3 четверти и сделаю набросок более тщательно. Таким образом мы изучаем натурщика с разных сторон, произведя наброски. Мы изучаем строение его головы. И сейчас я так же угольным карандашом, но более уже тщательно попробую поработать с натурой. Итак, опять-таки беглой линией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опять-таки практически не отрывая карандаша от бумаги. Я делаю тут набросок в 3 четверти. И главное, что я здесь ставлю глаза, фиксирую. Я пока не довожу до гротеска какие-то отдельные остро-характерные и выразительные черты лица натурщика, модели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сейчас я постараюсь немножко проработать этот набросок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И ввести сюда белила. Белила они будут выполнять такую же роль, как и карандаша. И давать такую подсветку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, по сути говоря, набросок тоже краткосрочный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кстати, как-то, будучи уже известным художником, Пабло Пикассо посетил выставку детских рисунков и сказал, в их возрасте я рисовал, как Рафаэль. Но мне потребовалась целая жизнь, чтобы научиться рисовать так, как они. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас мы с вами попросим натурщика развернуться к нам в фаз, и мы сделаем длительный набросок уже в фаз. Начнем опять-таки с угольного карандаша и с легкой такой линией контурной, которая даст абрис. А потом мы введем сюда пастелью цвет. Цвет глаз, такой карий, и седину благородную. И сделаем подсветку пастелью лица. Итак, начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Я делаю такую линию абрисом. Как бы прохожусь по всему лицу. И выявляю и мимику лица. Это... Так. Не забывая об анатомии, конечно же. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бумага дает особую фактуру. Это специальная пастельная бумага. И вот я сейчас делаю углём, угольным карандашом такой набросочный вариант портрета с натуры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо забывать, что человек живой, и он имеет свою мимику. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Характерный очень нос. Посадка крыльев носа, складки. Да и сами мимические морщины, они тоже свидетельствуют о характере человека. Выявляют этот характер. Губы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот за бородой нам не виден подбородок совершенно, но мы его должны всё-таки показать. Вот я сделала абрис угольным карандашом, и сейчас я хочу сюда ввести пастель. И вот посмотрите, у нас пастель, она разных цветов и тонов, и мы сейчас найдём пастель, которая попадает вот где-то в тон. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И постепенно я также буду вводить белила. А не белила, а мелки, которые имеют эффект штрихов белилами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И белила здесь же нам дадут вот это ощущение света в портрете. Вот. И я здесь белилами как раз показываю. Могу показать блик. Вот глаз. Могу показать веки. И дать даже ощущение этих, таких век. Вот таких вот. Показать белки глаз. Одним словом, пастелью подобрать вот цвет, дать ощущение цвета лица, живости, характера модели. Но делать это всё-таки не так явно, а где-то несколькими такими штрихами. Штрихами. И не нужно много цвета давать, а просто подчеркнуть какие-то вещи. Это лёгкая подсветка. Она будет служить полутоном. У нас фактура цвет бумаги. Он тоже имеет своё качество. И я ещё бы усилила выражение глаз. Вот здесь. И ещё нужно поработать над характером человека с самим характером человека. потому что я сейчас должна приступить к такой заключительной стадии наброска. А это требует опять уточнения характера. И ещё раз пройтись контурной линии где-то толще, где-то тоньше. Может быть, дать ещё такие вот тени. Показать ещё вот так ярко скулы. Одним словом, ещё характернее сделать этот набросок. Так. У нас не фотография, поэтому мы здесь где-то усиливаем даже какие-то отдельные черты. Какие-то приглушаем. Играет музыка. и еще такой вот линии которые свидетельствуют о том что это все-таки набросок длительный и глаза сейчас нужно ловить опять-таки движение глаз вот вот так вот характерное движение еще раз еще раз я глаза опять хочу поймать вот у нас получился такой такой набросок с блуждающим взглядом натурщика находящегося в философском раздумья вот длительный набросок он и длится где-то 15-20 минут в отличие от краткосрочного минуты 23 он в пять раз длительней и он вот позволяет натурщика изучить исследовать зафиксируя какие-то вот в данном повороте лица это в данном движении какие-то характерные черты натуры которые пригодятся потом для портрета который пишется в несколько сеансов вот такие наброски они чаще всего используются для того чтобы определиться с будущим портретом какой он будет и эти наброски помогают служат таким подготовительным этапом для портретов живописи главным образом но они имеют и самостоятельную ценность если что-то в наброске не нравится то можно взять калечку положить сверху и по этим же линиям пройтись оставить те которые вы считаете наиболее удачными и удалить те которые вам не нравится и он должен быть таким раскованным этот набросок вот подвижным подвижным я уточняю здесь муха и еще раз вот именно за счет каких-то штрихов за счет каких-то штрихов я вывожу этот характер ну вот мы с вами видим что в целом наброску нас получился и он и он отвечает вот характер рисунка наброску на отвечает этому виду искусства в такой манере можно и продолжать и рисовать дальше делать наброски кстати павел николаевич филонов считал что рисунок должен быть сделанным то есть законченном это и составляло основу его концепции аналитического рисования и так сегодня мы научились с вами делать наброски мягкими материалами и быстро схватывать характерные в облике человека мы научились с вами делать наброски портрета человека а сегодня я прощаюсь с вами до свидания до новых встреч а 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